Проведем еще одну параллель. В Молдове задержан экс-президент Дадон. В Украине службы безопасности публикуют материалы и видео с Виктором Медведчуком, который рассказывает о своем сотрудничестве с экс-президентом Порошенко. Попрошу ваш комментарий и той, и той истории, и главное, во что разовьются и чем закончатся эти истории. По Дадону, Василий Владимирович, года два, наверное, я у вас на эфирах очень часто говорил о том, что Дадон является агентом влияния России, что это человек Путина. Ну, мы же об этом сколько говорили, помните? Да, неоднократно, много-много раз. Я об этом говорил публично, называл фамилии. Сегодня пришло время, когда Молдова при поддержке Запада, наконец, может сделать такой шаг, как арест Дадона. Пойти на такой шаг. Вот они и пошли на этот шаг. Я думаю, что будет все доказано, тем более есть записи соответствующие, насколько мне известно, и передачи денег Дадона, русских денег, и деятельности Дадона, которая коррелировалась с Россией. То есть, здесь вопросов никаких нет. Что касается Медведчука, Порошенко, а сколько лет у вас на эфирах, я об этом говорил, Василий Владимирович? Тоже неоднократно, тоже много. Тоже неоднократно, ничего нового. Вот, для меня нет. Знаете, все сбывается, о чем я говорю заранее. Ну, у нас все-таки страна цивилизованная, мы имеем суды, поэтому мы будем наблюдать, что будет в судах показано, что будет доказано. Будем с вами наблюдать. Угу. Обменяют ли Медведчука в Россию, отдадут? Я не знаю. Думаю, что скорее да. Но думаю, что Путин, он глубоко противен, потому что, во-первых, он тырил деньги, которые Путин выделял на лояльность украинцев к России. А, во-вторых, ну, ведет себя как-то, сдает подельников нехорошо тоже. Не ровен час и про Путина что-то расскажет. А, насколько я знаю, он говорит много. Поэтому трудно мне сказать. С одной стороны, Путин хочет показать всем, что своих не бросает, а с другой стороны, думаю, презирает Медведчука просто как человека, который не оправдал его надежды. Ну, вы говорили, что он Януковича презирал, но, тем не менее же, вытащил его, забрал Путин. Это другой забор был. Януковича он не просто вытащил, он его спугнул и забрал, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Чтобы показать, что Украина без президента, без власти, свергли законного президента, и мы теперь заходим и берем то, что хотим. Ну, там история была еще легитимной, нелегитимной. Он писал обращение, письмо, помочь Путину, значит, ввести войска. Помните, это же история там, где в ООН этим письмом трясли. Легитимной. Я помню номер старый 95-го квартала, они показывали Януковича, я президент легитимной. Какой легитимный? А, легитимный. Вот он президент легитимной. Так, ну все, свершилось. То квартал показывает Гордона, то Гордон цитирует квартал. По ситуации в России мы видим и слышим по перехватам, как эти солдаты готовы на самострелы, лишь бы не погибнуть, понимая высок риск той мясорубки, в которую их бросают. А вот что касается высоких чинов российских генералов, начала появляться информация, что они, дескать, покидают территорию России, что некоторые там хотят получить какое-то политическое убежище в странах западного мира. Насколько правдива эта история на ваш взгляд? Василий Владимирович, не могу комментировать то, чего не знают Достоменко, но хочу вам сказать, что я не удивлюсь, если это будет происходить, потому что, слушайте, многие генералы годами, десятилетиями тырили российскую армию, имеют огромные деньги за границей, билы и так далее. Ну что же, сколько им еще смотреть на развал России, на санкции, которые включает Запад? Они думают же прежде, первое, о чем они думают, это не Россия, а их деньги. Давайте вот сразу поймем это. И многие украинские деятели думают прежде всего о своих деньгах, а не об Украине. И многие российские деятели думают прежде всего о своих деньгах, а не о России. Поэтому явно кто-то будет и убегать, явно кто-то будет предлагать Западу свои услуги, как люди, имеющие что сказать. Но и солдаты явно будут стрелять себе в ноги и будут сбегать с поля боя, но я хочу, чтобы это нас не расслабляло. В России очень много генералов и херова туча солдат. Россия никогда не считала ни солдат, ни танки, ничего. Надо вперед. Поэтому самострелы сделают одни, на их место придут другие. У них там этих орков очень много, как муравьев у нас в лесах. И я думаю, что это нас не должно расслаблять. Мы должны понимать, что имеем дело с очень сильным, коварным врагом, который не может по определению, я имею в виду Путина, пойти назад. Если он только сдастся, что-то отступит где-то, он сразу потеряет свою власть в России. Там признают пахана сильного. Слабый пахан уже не пахан. Дмитрий Ильич, хроники последних лет. COVID-19, мы два года жили в масках, делали тесты, делали вакцинацию. Потом началась полномасштабная война в феврале этого года. Сейчас, ну она и продолжается, но параллельно с этим в мире рассказывают уже об обезьяне и оспе. Еще одно испытание, которому нас готовят. Дмитрий Ильич, что дальше? Это как, ну, прилетят инопланетяне, зомби-апокалипсис, метеорит летит в сторону Земли, мы замерзнем, как динозавры. Что происходит с планетой? Василий Владимирович, у нас с вами в жизни было очень много хорошего. Прекрасное детство. Как вы грустно сказали, было. Прекрасное детство, замечательная юность. Нам есть что вспомнить. Я хочу, чтобы моим детям тоже было что вспомнить, Дмитрий. Это мой краткий ответ на ваш вопрос. И чтобы моим детям, нашим всем детям, детям Украины, всем миром. Фаталист. Я фаталист, Василий Владимирович. Ну, ковид так ковид. Война так война, оспа так оспа. Ну, что? Мы уже многое видели. Нас уже многим не испугаешь. Ну, хотел бы похихикать над обезьян, не оспой. Но пытался в свое время похихикать над ковидом. Потом оказалось все очень серьезно. Думал, очередное втирают нам что-то. Но нет. Поэтому, что сказать? Жизнь готовит нам испытания. Наше дело преодолеть их счастье. Продолжение следует.